Доброе утро, господин президент, уважаемые дамы и господа, гости для меня огромное удовольствие и честь находиться здесь. Я постараюсь быть кратким. Вопрос, который меня попросили ответить, это что будет лежать в основе экономического роста в рамках укрепления международных границ. И ответ мой – это потребитель, особенно азиатский потребитель. Позвольте мне пояснить. С самого начала данного десятилетия в 2010 году мировой рост ВВП составил в среднем пока примерно 3,7%. И это лишь незначительно ниже того, что было достигнуто за предыдущие десятилетия. И что очень важно, поскольку многие люди этого не знают, фактически он в этой декаде оказался выше, чем за предыдущие десятилетия в 80-х и 90-х годах. На последующие десятилетия и еще через десятилетие мы посмотрим, мы к этому вернемся. Что очень важно, во всем мире в течение этого десятилетия мировой рост, в нем доминировали буквально два региона – это Китай и Соединенные Штаты. Я посчитал буквально в начале текущей недели, и я проверил эти цифры, когда сидел вот там, в президиуме, что практически все глобальные номинальные изменения ВВП в долларовом эквиваленте 2010 года составили… 84% из них происходят из США и Китая. И что потрясающе, 49% из них – это из Китая, и 45% – это Соединенные Штаты, и еще 7% – Индия. То есть практически весь глобальный номинальный рост имел происхождение из этих трех географических регионов. И Европейский Союз, Бразилия, Россия, по сути дела, имели отрицательный рост. Поэтому, если мы подумаем о будущем, это потребует меня думать в более широкой перспективе по сравнению с предыдущими декадами. Более сбалансированы в контрасте 80% в этой декаде США и Китай внесли около 35%. Европейский Союз внес около четверти, а Бразилия, Россия и Индия внесли около 5%. Поэтому большой вопрос заключается в том, будет ли Европейский Союз, а также БРИКС и Россия, смогут ли они вернуться. И в контексте тех вопросов, которые мне задали, будут ли Штаты и Китай в состоянии избежать возможности столкновения в связи с торговыми санкциями. И теперь хотел бы очень четко выразить свое мнение. Руководство США должно быть умнее для этого и на самом деле более практиковать глобальные подходы. С моей точки зрения, во время предыдущих декад и кризиса, который случился 10 лет назад, если говорить о перепродукции, перепроизводстве Китая, то эта цифра сократилась с 10% до 1%. Но, тем не менее, это все равно остается хорошим результатом. И, тем не менее, Китай смог внести 50% в изменения глобального ВВП. Китай всегда до этого был страной, которая имел высоко субсидированный сектор экономики. И на сегодняшний день все концентрируется вокруг потребителя. Должен сказать, что около 20% изменений, которые мы сейчас регистрируем, связаны с изменением именно китайских потребителей. А раньше эта цифра составляла только 5%. И у меня есть огромное количество примеров. Ну, например, Apple Стива Возняка из того, что я видел, в течение трех последних лет они продают больше айфонов в Китае по сравнению с США. Я также встречал бизнесменов, которые делали свои инвестиции из Китая, которые посещали меня в Лондоне до того, как я присоединился к правительству Великобритании. Они сказали, что 20% китайских потребителей зарабатывают где-то около 40 тысяч долларов в год в среднем. И нужно сказать, что, по сути дела, это равно средним доходам британца. Но 20% китайского населения – это 260 миллионов человек, что транслируется в четырехкратное увеличение по сравнению с населением Великобритании. В четыре раза больше людей, чем в Великобритании, в Китае зарабатывают такие же деньги. То есть это, конечно же, влияет на развитие. Поэтому то, что я наблюдаю, что, скорее всего, к 2030 году эта цифра составит 40% уже, а не 20%. И если это действительно случится, то это будет действительно основой улучшения их жизни и косвенно также приведет к улучшению уровня жизни других. В дополнение к китайскому потребителю, скорее всего, глобальная важность индийского потребителя также будет продолжать расти. И если говорить о других потенциальных странах, которые являются все более и более важными, я добавлю сюда в этот перечень Индонезию, Вьетнам и, возможно, Нигерию, Турцию. И, надеюсь, опять же, Бразилию, Россию и, возможно, даже Мексику. Что касается Европейского Союза, то, с моей точки зрения, Германии необходимо стать более открытой и применять немецкое мышление, особенно, когда речь идет о ее влиянии и ее участии в европейской экономике. На сегодняшний день в этом отношении Германия пока еще может стать источником экономического спада. Несмотря на то, что имеются циклические росты в этом году, с моей точки зрения, нам необходимо получить положительные реформы по наращиванию благосостояния в Франции, в Италии и в Великобритании. Что касается автоматизации технологий, как мы уже сегодня слышали от самых великих умов, с этой точки зрения, я думаю, это положительная тенденция. Меня не беспокоят очень многие популистские идеи, которые имеют место в этой тенденции. Фактически, о чем я бы побеспокоился, и интересно, что это пока еще никто не упомянул до меня, это риск инфекционных заболеваний, Включая то, над чем я работал достаточно много, это распространение антимикробной резистентности, потому что нам необходимо прекратить чрезмерно широкое использование антибиотиков, а также потреблять меньше сахара и конфет. И я думаю, что косвенно это также переносит нас к тому, что, по сути дела, связано с тем, какую позицию сейчас занимает американское руководство. И это приводит нас к тому, о чем думает современный мир о капитализме и о том, как они используют людей. Нам необходимо попытаться избавиться от этой навязчивой идеи, что каждый должен отчитываться ежеквартально о уровне прибыльности своих предприятий и достижении этих целей, включая, в частности, повышение обратного выкупа акций предприятиями. Мы должны сейчас говорить о искреннем самостоятельном интересе, который должны проявлять лидеры корпорации к себе, для того, чтобы не только азиатские потребители явились основной движущей силой в развитии мировой экономики, но мы должны больше возлагать эту ответственность на корпоративных лидеров. Спасибо.